Звёздный завтрак на Радио Шансон. Вы уже приходили, но не к нам, не к нам приходили. Мы-то будем, Саша, с тобой сегодня знакомиться, как в первый раз. Но сперва музыкальная справка. Музыкальная справка. Ирина Круг, певица, многократная обладательница премии Шансон Года. Вот уже на протяжении многих лет Ирина ошеломляет своей артистической многоплановостью на своих концертах. Она то погружает поклонников в особую лирическую атмосферу, окутанную поэтичностью и благородством, то создает, наоборот, вихри станцев и страстей. С недавнего времени Ирина Круг выступает на концертах вместе со своим сыном от Михаила Круга Александром, который сегодня тоже у нас в гостях. Певица готовится к Шансону Года 2021. Состоится он 5 июня в Крокус-Сити-Холле. Успейте приобрести билеты на сайте концерт.ру и по телефону 8495-198-1133. Звёздный завтрак. Смотри, как злится Ирина Круг, ты понимаешь? Что такое, что случилось? Что я не так сказал? Тут просто совпадение вышло. 3 июня Ира собирает тоже Крокус на свой большой сольный концерт. 5 числа Шансон Года. Ира, ну у тебя какой насыщенный месяц. Нет, я не злюсь. Насыщенный месяц. Мы сейчас обязательно обо всём поговорим. Можно ставить в Крокусе раскладушку, оставаться там, собственно. Ну, кстати, да, да, да. По-хорошему, по-хорошему, да. Слушайте, но в этом году на премии Шансон Года вы появитесь вдвоём, да? Да, да, вдвоём с Сашей. Да. И это волнительный такой момент для меня, потому что это его первый выход именно на эту церемонию, Шансон Года. И я рада очень за него. Я рада, что эту песню полюбили очень многие. А какую песню будете исполнять? Вот и всё. Это было вчера? Это было вчера, да. Которую вы записали вместе, исполняете на концертах. Теперь, собственно, представите. Да, это вообще случайно получилось у нас, что мы её вместе исполнили. И так очень это успешно принято. А как это произошло? Давайте я расскажу. Давай. Мама своя история, я расскажу, как было. Так, а ну, а ну, давай, Саш. Когда-то я пришёл в новую школу, в девятый класс. И учительница по музыке, я сказала, почему ты сидишь, пойдём на конкурс петь. И ещё так, поехала на первый конкурс. И у меня была тогда девушка, и мы в конце года решили исполнить эту песню вдвоём. Вот и всё. Это было вчера, это был конец девятого класса, выпускной. Но мама победила. Да, и я... Мама, да. Обратите внимание, была девушка. Да. Нет, нет. Что, я показал маме это видео, она сказала, блин, какая классная песня, надо делать. Вот так и началась история. Я училась, и я очень благодарна тому учителю, который всё-таки Сашу, она сподвигла его. Потому что он вообще не мечтал о карьере, что он будет петь. Мы вообще... Это всегда было... Это нет, никогда, и маленький он сопротивлялся этому. Ну, то есть, получается, он не пел, да? И на уроке музыки ты сидел на каких-то задних рядах? Нет, ну, это вообще было так, знаете, эта музыка, это для нас было вообще, я... Мы даже и не думали, потому что я думала, что у него какое-то будет совсем другое образование. А тянулся он к чему всегда с детства, вот Саша? Ой, Саша такой был разный, мне кажется, все виды спорта прошёл у нас, и учился всегда хорошо, и английский, и он ездил у меня в Лондон на изучение иностранного языка, но никак с музыкой вообще он не был связан. Саша, расскажи про тот переломный момент, когда ты понял, я буду петь. Хотя маленький, всегда он слушал музыку, спал в наушниках, засыпал, соответственно, она в его жизни присутствовала, музыка, конечно. Ну, понятно, почему, понятно. Да, 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 но что он себя свяжет, потому что я маленького повезла, я хотела его отдать в домисовольке, повезла, значит, на прослушивание, он мне устроил в такси такую истерику, просто. Это сколько лет было ему? Ох, я не помню, какой класс-то был, первый, по-моему. Да нет, не первый класс. Прям так сопротивлялся, ты сопротивлялся. Да, я не хотел ехать. Это вообще, я развернула машину, мне было так стыдно, просто он мне устроил, я не хочу, я не поеду, просто там вообще, в итоге я развернула машину, вернулась домой, позвонила, я помню, что я тогда поехала к Маше Кац, она хотела его прослушать, посмотреть, чтобы, собственно, ребенка можно было, есть ли у него к этому какой-то талант, данные есть или нет, и мне нужно было привезти ребенка на прослушивание, мне было так неудобно, я позвонила ей, сказала, ты знаешь, у меня вот такая ситуация произошла, я просто, мне даже стыдно в такси было, ну все, и вот на этом у нас закончилось. Потом у нас был кадетский корпус ФСБ, Саша три года там в строю маршировал, все знания ушли, вообще просто их не стало, английский полетел, и мы его через три года забрали. То есть он понял, что военно это не его? Это тоже не его. И на все виды спорта, слушайте, он прошел, хоккеем занимался в Челябинском тракторе. Из-за ЦСК еще. Из-за ЦСК, значит, на этих тренировках все едут по кругу, Саша, наоборот, и мне сказали, забирайте своего мальчика. Да, против всех, ты понимаешь, что он, мне кажется, и тебе противился. Да, я помню, такой, я буду стоять на воротах с клюшкой, я говорю, ты понимаешь, это тренировка надо, нет, я буду на воротах, и все. В итоге, ну, мы забрали своего мальчика, он был там не нужен. Музыка победила. Саша, ну, ты же понимаешь, что вот перед тобой яркий пример, конечно, пример успеха, мама, но это путь совсем нелегкий. Ты понимаешь, какая тернистая дорожка? Ты готов к этому? Особенно в наше время. Конечно, конечно, я готов. Но ты же понимаешь, да, сложности, с которыми ты столкнешься. Слухи, разговоры, сплетни, они так или иначе вокруг твоих... Желтая пресса, которая будет преследовать тебя. Ты готов? Конечно, я готов. Только у меня будет свой путь, и все будет иначе. Подожди, ты хочешь как сольный артист, да, в итоге вырасти, и вот как мама собирать большие площадки, концерты? Естественно, кто этого не хочет. А в каком ты жанре вообще хочешь? В каком ты себя видишь? Это будет поп, это будет рок, это будет шансон, это будет рэп, может быть, что-то свое ты придумаешь? Я думаю, это будет поп, потому что, ну, сейчас это шансон. Так, Александр, выйдите, пожалуйста, из нашего чатика. Да, так здравствуйте, что это такое? Для мамы это, по-моему, неожиданность. Подожди, Саш, подожди. Это потом, когда-нибудь потом. Причем удивительно, до эфира я Сашу спрашивала, как тебе шансон, ты хочешь в этом жанре? Да, сказал мне Саша, конечно. А я хочу смешать, я смешать хочу. Ты хочешь смешать. А с чем ты хочешь? С чем ты видишь вот эту смесь? С рэпом, с рэпом. Ну, современный рэп, что-то типа такого. А ты читаешь рэп, да? Я читаю, да, у меня даже есть песни свои. Ну, он увлекался же рэпом, первое, что у нас, это рэп. А не было идеи песни папы положить вот как раз-таки, как историю, рассказать ее, как рэп? Была, конечно, такая идея. Какую песню? Даже кто-то пробовал, по-моему, так сделать. Как рэп? Да, по-моему, это «Жиган Лимон». «Жиган Лимон» можно так сделать. Такой версии мы не слышали еще. Вот, мы где-то слышали, где-то на ютубе у кого-то есть запись, и кто-то выкладывал. Кайф какой интересный. В общем, у нас сегодня Ирина Крука, Александр Круг в гостях. Мы ждем ваши вопросы. Вебер, ватсап, работает. Подключайтесь. Плюс семь, девятьсот девять, девять пять, пять, сто три, ноль. Прервемся, а потом продолжим «Звездный завтрак». «Звездный завтрак» на Радио Шансон. Здравствуйте, мы говорим вам «Здравствуйте», Ирина и Александр Круг у нас сегодня в гостях. 3 июня в «Крокус Сити Холл». Большая сольная программа «Ты, сердце и душа» Ирины Круг. А 5 июня мы Ирину и Александра ждем в «Крокусе» на торжественной церемонии награждения премии «Шансон года». Ирина и соль на песню исполнит и вместе с сыном Александром. Разумеется. Но вначале мы говорили про «Шансон года». Теперь, Ирина, хотелось бы немножечко вот про 3 июня, про «Крокус Сити Холл», про твой сольный концерт поговорить. Что это будет за программа? Кто из гостей, из твоих звездных друзей там будет присутствовать? Какие сюрпризы? Может, ты приоткроешь что-то нам рассказать? Ну, я очень рада, что все мои коллеги, те артисты, с которыми у меня были дуэты, будут со мной в этот день. Это, конечно же, Олег Газманов, Виктор Королев, и Эдгар, Саша будет выступать, и Володя Бочаров. Вот с Володей Бочаровым у нас будут премьеры новой песни совместной. Вот только недавно мы ее записали, и мы хотим ее исполнить в этот день. А как же Кира Дымов, как же Алексей Брянцев? Леонид Телишев будет, Кира Дымов будет, Алексей Брянцев обещал, что приедет, но, скорее всего, что его не будет. Вот, все-все мои мужчины... Ну, собственно, на концерте соберутся люди, которые тебе когда-то протянули руку на старте твоей сольной карьеры, когда ты только начинала. Когда мы начинали, да, Леонид Телишев обязательно, потому что мы дружим до сих пор, и он всегда был рядом вместе со своей семьей, и именно с ним мы начинали. А сложно же было, да? Вот кто для тебя открылся с хорошей стороны из твоих друзей-артистов? Может, какие-то новые люди появились из эстрадной среды? Вы знаете, я... Ну, как-то всегда, всегда все идут ко мне навстречу. Я не знаю, у меня нет таких людей. Я очень-очень благодарна и другим коллегам, которые не в шансоне, которые сейчас меня поддерживают. Это и Лолита, и Наташа Королева, и Слава. Все-все поддерживают, чтобы состоялся мой концерт. И вообще по жизни, если я к кому-то обращаюсь, и Мин, то все идут ко мне навстречу. Я не знаю, я вообще по своей натуре очень стеснительный человек, я не люблю обращаться к кому-то. Но если что-то, вот прям сос какой-то, и я обращаюсь, все идут ко мне навстречу. Мне это очень приятно. Это тебя небеса ведут, мне кажется. Это и артисты шансонов всегда, и Сумишевский, и все, я не знаю, все поддержат, все придут на помощь. И с королем поп-эстрады, по-моему, Филиппом Киркоровым, ты тоже дружишь. Дружу с Филиппом, да, и поздравляем друг друга. Я со многими дружу, общаюсь, но просто я не люблю это афишировать. Ну, как-то вот так, да. Но зато в соцсеть, Ир, попадают немного другие снимки. Я тут видела в Инстаграм Шумиху, вызвала фотография, значит, или видео, я уже не помню, где стоит сын твой, Александр, а в руках у него бокал с алкоголем. Не, не пьем никто. Я залезла в комментарии, Мирослав, что там только не писали, такой молодой, а уже с алкоголем, спивается, фу. Александр. Честно скажу. Вот люди-то, просто человек взял бокал в руки, а они там уже понапридумывали. Слушайте, я бы рада была выпить, но мне так тяжело. Ну ты-то ладно, сын-то. Да не то, он тоже не пьет. Саша, это для фотографии, да, было сделано? Конечно, для фотографии было сделано. Нет, ну, слушайте, мы можем в нашей семье там, господи, ну, как все обычные люди, какие-то праздники, дни рождения, слушайте, ну, конечно, соответственно, это как у всех. Но без фанатизма. Мы, у нас нет такого, чтобы мы там, знаете, по несколько дней, ну, нет. Ну, это видно по здоровому цвету лица, понимаешь? Да, и по нам видно, да. И по форме, и по фигуре, конечно. Нет, дело, что мы не пьющие, я-то вообще спортсмен. Алкоголь, знаешь, как разносится они? Да? Не пьющая и не гулящая семья. Саша, опиши, пожалуйста, маму в трех словах. Добрая, чуткая и красивая. Вот такая у нас сегодня гостья Ирина Кругу в гостях. Мы видим ваши вопросы, мы к ним скоро перейдем. Мирослав, напомни номер. Плюс семь, девятьсот девять, девять пять пять, сто три ноль, ватсап, вайбер, смс, пишите скорее. Звездный завтрак на Радио Шансон. Ну, как ни крути, все-таки голос Саши очень похож на голос Миши. Природа. Понятно, природа, наследственность, стилистика. Саш, тебе самому, вот как эта песня, кстати? Ты ее выбирал, чтобы спеть ее? Песня очень крутая, и я ее люблю очень давно, на самом деле. Выбирали вместе. Ира, а что в будущем запишите с Александром? Расскажи. Ну, я думаю, что, наверное, нужно... В городском саду. Ну, пусть в городском. Я думаю, что какой-то материал Мишин. Вот, потому что пусть продолжает. Ничего в этом страшного нет. Песни лежат, это наследие наше, и это нормально. И они должны жить. И они должны жить. И потом ведь очень много неизданного материала есть. И стихи Мишина остались, и которым я не прикасалась, потому что я как женщина не могла... Ну, знаете, ну, это только мужчина может спеть. Может, в будущем Саша сделает. Но потом у него еще свои стихи есть, да. Может быть, он как-то что-то свое начнет петь. Но пока я думаю, что, наверное, нужно именно с Мишином материалом начать, продолжить это, а там уже... Ты готова его года через три отпустить на сольные гастроли? Отпусти его, господи, спустите. Уезжай, сынок. Мам, что купишь? Купи себе квартиру, да? Да-да-да. Саша, а вообще для тебя, вот скажи, волнительно, вот предстоящая премия Шансон года, тебе же в руки достанется статуэтка. А это дорогого стоит. Это же такая, знаешь, награда за долгий-долгий труд. И тебе же подобных церемоний не было, по-моему, да? Нет, еще не было. И пока что не волнуюсь, но вот когда ближе будет, меня уже начнется так потрясывать. Ну ничего, мама рядом. Мы сегодня, кстати, поймаем. Поймаю. Да, поймает. У нас с утра была тема. Какой возраст самый оптимальный для того, чтобы покинуть родительское гнездо, вот выскочить? Ты уже об этом думал? Ира, ты в каком возрасте вот самостоятельную жизнь начала? Ой, я рано. Я, во-первых, рано замуж вышла. И рано начала работать, и как-то приобрела... Но это было до 20? Конечно. До 20 лет. В 15 лет, в 14 я уже начала работать, учиться. И так у меня как-то по жизни это шло. Я просто очень самостоятельная. Я рано начала готовить, кушать. И как бы так вот как-то вот... Не знаю, ну откуда это? Почему? Потому что мне всегда хотелось маме помочь. И мы как бы жили скромно, и я всегда хотела помогать родителям. И до сих пор это у меня есть, и сейчас я их помогаю. Они всегда со мной, они помогают мне, и я им. Ну у нас как бы такая дружная семья. Генетически желание помочь маме у Александра имеется. Саш, тебе сколько сейчас? Мне вот завтра исполняется 19 лет. Ой, с наступающей. Поздравляем тебя. Бог, ты мой взрослый мальчик. Ну какие планы? Когда, собственно, самостоятельно... Выпорхнешь из гнезда? Пока не знаю. Да понятно, что с мамой хорошо. Это же понятно, и бочек приготовят. А у мамы мысли есть на дочке? Нет, я думаю, что... Я ей сам могу готовить. Нет, он сам может... Серьезно? Да, я умею готовить. Класс. Просто я думаю, что у него это тоже генетически заложено, потому что Миша до последних дней своих жил с мамой. Я берегала ее, помогала Заю Петровну, Царство Небесное ей. И она всегда была рядом, и дом он даже построил ей рядом, на одном участке. Поэтому я не думаю, когда он меня тоже не бросит. Саша, а ты папу помнишь? Нет, мне же месяц был, когда его не стало. То есть вообще никак, да? Нет. То есть по рассказам, по фотографиям, по... Ну, только по рассказам. Мамы, бабушки, дедушки, всех этих людей. А вот расскажи, на сегодняшний день мама для тебя, это вот мама-мама или больше подруга? Мама для меня это все вообще. Это и мама, и подруга, что я с ней могу все обсудить, и она меня поддержит. Слушайте, мама наденет очки, это будет как брат с сестра, если на улицу они выйдут. В костюме, мама в каком-нибудь платье легком Шанель. Можно тиктоки смело снимать. Сейчас есть такой тренд, когда вдвоем мама и сын выходят. А мы снимаем. У нас рубрика есть. Да ладно. Рубрика мама и сын. Это где ее найти, эту рубрику? У меня в тиктоке есть, да? Нет, мы все равно выясняем, где мы находимся, в каком городе. Я постоянно не помню, где я. Там это очень смешно. Ой, а давайте проверим на одной левой волне. И... Особенные слова. Особенные слова на радио Шансон. Ира, Саша, мы вам сейчас будем называть слова из времени, в котором, собственно... Ну, вашего времени. Тебе мы назовем современные слова. А тебе из 90-х, Саша. А тебе, Саша, из 90-х. Вот давай, наверное, с мамы начнем. Ира, смотри. Не пугайся. Подожди. Мне кажется, я из 90-х. Подожди. Ты в тиктоке есть, мать. Ты чего? Ты в тренде. А, я в тренде. Первое слово. Смотри, вот тебе слово. Слово краш. Ты знаешь, что это такое на молодежном сленге? Так, Саша, не подсказывай. Будем пытать маму сейчас. Ты вот совершенно точно. Вот Саша тебе может сказать, наверное, ты мой краш. И ты ему можешь сказать, ты мой краш. Моя любовь вообще никакая, типа, да? Человек, который безумно нравится. Ну, типа, который нравится. Да, да, да. Так, идем дальше. Симпл-димпл. Это что, какие-то гуляночки, что ли? Нет, нет, нет. Не-не-не-не, симпл-димпл. У Андрея есть такая штука. Вспоминай. Это штучка такая. Мама, вот эта штучка такая. Пупырка такая. Антистресс, да, игрушка. Она у вас есть, да, все. Антистресс. Антистресс такой. У нас у женщин просто свой симпл-димпл, это шелест денег. Все-все, да. Или гуляночка такая, симпл-димпл. Пошли ты, гуляночка. Я сейчас в жаркие. Так, Ирин, стенить. Я не знаю, что такое стенить. Ну как? У тебя столько людей, которые вот делают это слово. Стенят. День и ночь стенят. Смотрят на тебя и стенят, и стенят. И стенят, да, безостановочно. Больше, наверное, по ночам. Но это приличное слово. Что это? Что это за слово? Восхищаться. Даже Саша не знает. Восхищаться, быть страстным поклонником кого-либо или чего-либо. И последнее слово для мамы. Крепота. Крепота. Знаешь, что такое крепота? Ну почти как хрепота, только крепота. Крепота. Не знаю, это уже. Я отстала от жизни. Вот ты сейчас в крепоту впала от нашей игры. Жутко, страшно. Ужаснулась. Жутко страшно, ужаснулась. Вот вообще для молодежи это нормально, понимаешь, на таком сленге говорить. Саш, ну давай к тебе перейдем. Ежовая маруха. Знаешь, что такое? Ну давай, толкнемся. Смотри, ежовая маруха. Это с ежами связано как-то, да? Нет. Блюдо, может, из ежихи. Саш, ну предполагай. Маруха ежовая. Что-то ужасное, что-то непонятное. В принципе, так в жизни и происходит. Вот мужчина с женщиной живут, она у него ежовая маруха. Он козел, она ежовая маруха. Строгая жена. А, ничего себе. Так, идем дальше, Саш. Чекушка. Ну понятно, Саша. Да подожди, Ира. Тебе дай. И мы сейчас проверим. Ты на только что сказала. Чекушка. Что такое чекушка? Саш, ну ты чего, Саша? Саша. Вспомни утро. Да ладно, у него утро с этим точно не начинается. А у кого-то да. Бутылка объемом 250. Маленькая чекушечка. Так, Саш, инвайт. Что такое? Еще пригласить, что приглашение. Молодец какой. Клабхаус, да, такой пригласительный билет. Сань, в 90-е инвайт был свой. Это слово что-то другое обозначало, инвайт. Ирина, помнишь, что такое инвайт? Да ладно, там был инвайт. А зука-юпи, помнишь? Зука-юпи, не помнишь? Да ладно. Это сейчас у нас есть напиток. Напиток такой, порошковый растворимый в банке. Разбавляешь, химоза такая. Еще потом дети ели эти порошки. Да ладно, не помнишь. Я не ела эти порошки. Инвайт плюс, зука-юпи. Да все пили, все страдают. Вообще никаких порошков не ем. На одной волне Ирина Круг и Александр Круг. 8-909-9-55-103-0. Звездный завтрак. Ирина и Александр Круг у нас сегодня в гостях. Завтра у Саши, кстати, день рождения, 19 лет. Так что уже можно накидывать поздравления. Мы обязательно их Александру передадим. Сегодня в эфире говорим о предстоящих концертах. Значит, еще раз напоминаем, 3-е число, 3-е июня. Крокус Сити Холл. Большая сольная программа Ирины Круг. К ты, сердце и душа будет много приглашенных артистов. Приходите, обязательно. Обязательно приходите. И 5-го июня в Крокус Сити Холли вы можете посмотреть Ирину на сцене шансона года 2021. Билеты на сайте концерт.ру и по телефону 8495-198-1133. Ир, расскажи, пожалуйста, недавно ты была замечена в Дубае, по-моему? Ты отдыхала? Да, мы с Сашей улетели спонтанно. Вообще сидели в ЦУМе, обедали. А давай-ка полетим в Дубае. Хорошо, у человека жизнь удалась. Сидели спонтанно в ЦУМе и решили полететь в Дубае. И вот так вот, правда, реально. Просто за гран-паспорт взяли. Мы поехали, причем у нас не было тестов, понимаете? Мы приехали, сделали в Домодедово, и мы просто на удачу. Если мы улетим, не улетим, через полтора часа был готов тест, мы купили билеты и улетели. А там строго все с этим? Строго. Строго, строго, да. Там тоже надо сдавать. По прилету ты сдаешь, и там, соответственно, везде в маске, кроме пляжа. Ну, расскажи, что прикупила? Да ничего, я так хотела отдохнуть, просто полежать, выспаться. И, в общем, ну, единственное, что с Сашей мы, конечно, ходили на небольшой шоппинг, и я для себя открыла очень интересную спортивную одежду, что сошла от меня с ума. Обезьянки, как они-то? Бэйб. Бэйб, да. То есть, бэйб-стиль теперь ты взяла в свой гардероб. Я бы вообще просто... В свой гардероб. Это потрясающе спортивный. А выступать же можно в этом? Конечно. Выступать же можно в этом, красиво, модно. Кстати, классно, да? Ну, нет, ну, нет. Просто так. А Дубай, это место силы твоей? Это гармония, да, уединение? Или... Вы знаете, я больше люблю Францию. Просто сейчас, так как мы туда не можем поехать, соответственно... Не, я люблю Дубай, но не в такой период времени, потому что очень жарко для меня. Я не могу долго на солнце находиться. Но больше за границей ты любишь отдых, а чем в России? Или по-разному? Да по-разному. А когда ты с концертами куда-то такие хорошие места прилетаешь, приезжаешь? Ведь люди наверняка подходят, говорят, пойдемте к нам домой. Подходят и везде. Посидим где-то. Шашлык, угостим вас. Но домой как-то меня редко кто-то приглашает. А почему вы не приглашаете, Ирина, круг домой? Вот. А так, ну, конечно, и узнают люди. Ну, я стараюсь общаться. Очень часто в самолете стюардессы, стюарты как-то подходят. И летели вот мы обратно. Узнали, подошли. И пришлось фотографироваться. Я стараюсь не отказываться. Соответственно, если, конечно, нет настроения, ты с утра как-то... То я отказываюсь фотографироваться. А так, по возможности, всегда соглашаюсь. Кстати, нас, Германия, слушает, тебе большой привет передают. Всем привет. Поступают звоночки к нам, Роман. Дозвонился из Подмосковья. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, вот он, звездный час. Вы можете пообщаться с Ириной. И тут еще Александр Круг, кстати. Задавайте свои вопросы, слушаем. Ирина, вы знаете, я слышал вашу песню последнюю, счастливо-одинаково. Вы знаете, она какая-то не очень приятная. А кто вам пишет песню? Подождите, не очень приятная или очень приятная? Что-то непонятно было. Очень неприятная песня. Очень неприятная? Вам не нравится песня эта? А мне нравится. А почему вам не нравится эта песня? Чем? Да потому что он сам ее написал, Олег Шумаров у нас на связи. Олежа, будешь очень счастливым человеком. Вот она, самокритичность. А кто меня разгадал-то из вас? Как кто? Мы тебя рассеяли. Мы выдали тебя. Просто у Ириды такие глаза были. Мы решили остановить этот диалог. Я в шоке была. Я думала, что это одна из моих самых любимых песен. И почему не нравится она? Да, как ему доказать, что она хорошая? Олег, ну песня действительно топчик. Во-первых, она 5-го числа будет звучать на премии Шансун года. Со сцены Крокуса. Скажи, вы дальше сотрудничать с Ириной будете? Да. Конечно. Он уже мне написал шикарную песню. Она еще хуже, чем сейчас. Хорошо. Совершенно точно ее ждет успех. Ну и последний вопрос, раз мы дозвонились. Олежа, все, ты вернулся на тропу добра? А, ты в Россию, ты с нами уже? Да, да, я в России. Мы прикупили еще недвижимость. Ну, кризис же, сейчас нужно покупать все. Прекрасно. Я буду знать. Так что, Олег, ждем тебя к нам в гости. Приходи обязательно. Ирина Круг у нас сегодня, Александр Круг в гостях. Вайбер, ватсап, работай. На плюс 7909-995-1030. Продолжаем беседу. 5 июня всех ждем на торжественной церемонии награждения премии «Шансон года», где будет звучать песня «Счастливо-одинаково» в исполнении Ирины Круг. Кстати, билет на концерт.ру еще есть, так что заказывайте. И по телефону в Москве 198-1133. На этом же празднике выступит и Александр Круг вместе со своей любимой мамой. Так что приходите посмотреть, послушать во всей красе. Ну, давай напомним, что «Счастливо-одинаково» музыка Олега Шаумарова, слова Ларисы Фоминой. Мы тут пошутили до ухода на рекламу, до ухода на песню. С Олегом мы созванивались, он там Роман пытался представиться. Расскажи, пожалуйста, как вы вообще познакомились? У вас какая-то комическая история, знакомство было? Честно, мы поругались в лифте. Это наш был обстречен. Как было, где этот лифт проезжал? Это было на Славянском базаре. И, значит, Олег был женой, она была в положении, у них были большие чемоданы, а мы, значит, с моим директором в лифте. Лифт маленький, и написано, что больше трех человек не собираться. Значит, они пытаются, значит, попасть к нам. Я говорю, мужчина, вы куда? А у меня просто, ну, я очень боюсь застрять в лифте. Такая у меня фобия есть. Собственно, и меня это очень напугало. Ну, вот такой, я даже не знала, что это Олег, и что потом мы будем сотрудничать. Ну, вот как-то вот такое было. Не было бы счастья, да несчастье помогло, видишь? Да несчастье помогло, да. А потом уже он... Да лифт помог. Да, да лифт помог нам, значит, встретиться. Ну, вот смотри, Шаумаров пишет музыку. У тебя под рукой автор. Саш, ты пишешь тексты? Да, я пишу стихи, тексты, что угодно могу написать. Ей, правда, не нравится, что я пишу. Серьезно? Не обманывай. Мам, а что ты обесцениваешь? Я ей предлагал. А у тебя какой-то слог сложный, что ли? Почему маме не нравится? Нет, просто... Нет, мне нравится, как Саша пишет. Он только начал, и... Ну... Я не знаю, как-то... Не-не, я всегда его хвалю. Что-то меня... Ну, пока не получается из стихотворения сделать песню, да? Пока не ложится на расписку. Скорее всего, что больше стихи... Нет, у него есть такая одна песня, которую он исполняет, и он музыку сам написал. Чтобы мы понимали, о чем речь, Саш, дай какой-нибудь четверостиши, Вот, которая актуальна в твоем сознании на сегодняшний день. Из своих стихов. Да. Багровым вечером на берегу реки Сижу я и пишу без фальши. Я думаю о том, что впереди, И вспоминаю все, что было раньше. Багровым... Багровый свет на пляже с золотом, И я пишу без надок фальши. А, это уже конец, я аж забыл. Ну, красиво. Не-не, у него хорошие там... А на день рождения он написал мне тоже стихи обо мне. Очень, кстати, так... Я даже выкладывала в Инстаграм. Мне было очень приятно. Не, Саша молодец, Но просто я привыкла работать, допустим, с Игорем Азаровым. Он меня чувствует, да. Мое настроение, мое, как бы... И песни я также подбираю по каким-то событиям своим, В каком я сейчас нахожусь состоянии. Поэтому... А сыну я не могу это объяснить, понимаете? А он тебя подругой считает. Я не могу... Ну, я же скрываю, я всегда показываю, что мне хорошо. Поэтому мне очень сложно ему дать тему, Для того, чтобы он написал для меня. Вот. Пока я еще не созрела... Пищу для этих стихов. Вот, да, да. Вот, наверное, вот так вот это я могу объяснить. Расскажи, пожалуйста, соцсети. Ну, Саша, понятно, мы в ТикТок заглянули, Он там поет, выкладывает интересные ролики. Ты свой Инстаграм сама ведешь? Ты решаешь, какие там будут фотографии? Или у тебя помощница есть? Нет, у меня, конечно, есть помощник. Он ведет другие мои соцсети, он давно. Но в Инстаграме я сама. Сама решаю, какие будут фотографии. Отвечаешь сама? Ну, да. Я стараюсь, чтобы он не вмешивался в этот процесс. Но я не совсем люблю общаться. Вот. Хотя меня все за это ругают. Нужно общаться. Вы знаете, у меня просто нет времени для этого. Потому что огромная большая семья. Целый день как-то что-то... И я не могу вот так сесть, начать переписываться. Я когда-то просматриваю и могу что-то ответить. Времени мало. Я люблю шутить. По поводу огромной большой семьи, Саша, ты сказал, у тебя была девушка. А на сегодняшний день есть? Есть кто в твоем сердце? Ну, помимо мамы, конечно. Нет. Я холостой. Сердце свободно? Сердце свободно, да. 19-летнего завтра парня? Бог ты мой. Завидный жених, девчонки. Александр Труб. Нет, есть одна девочка. Серьезно? Ну, я не раскрою всех карт. Мама знает о ней? Нет. Нет. Я сказала, не показывать мне. Во как. У него секреты от мамы, у мамы секреты от Саши. Нет, я объясню. Так и секретничает. Потому что первая девушка, с кем встречался, я очень ее любила. И когда они расстались, для меня это была травма и рана. И я сказала, вот пока ты не примешь решение, что ты там серьезно с кем-то встречаешься, не надо мне их показывать, потому что, понимаете, этот человек становится тоже моим ребенком. И я переживала больше, чем Саша, понимаете? И на меня это так болезненно. И так же, когда дочка, они встречались, потом расстались, но сейчас она вышла за него замуж, они так и вместе. Вот у меня прекрасный зять. Вот, я не знаю, я волнуюсь, просто я плакала, понимаете? Вот я хожу, я накручиваю, думаю, ну как же вот люди вот расстались. Я плакала. Я плакала от счастья. Нет. Это название новой песни. Ирина, Александр Крук, у нас сегодня были в гостях. Ир, хорошего концерта. Спасибо. Чтобы был аншлаг. Саша, тебе удачи. Мы будем смотреть на тебя 5 июня, болеть за твое выступление на сцене Шансон года. Спасибо, ребята, что сегодня к нам. Спасибо огромное. Спасибо. Пусть у вас всегда все будет хорошо. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Звездный завтрак на радио Шансон.